Семь дней назад я решил испытать на себе, что значит оказаться на улицах большого города без денег, еды и жилья. Другими словами, посмотреть, как живут бездомные, о чем они думают, где могут найти помощь и в чем нуждаются. Итак, давайте посмотрим, что из этого получилось. Сначала нам надо на время избавиться от моей одежды и заиметь что-то похуже. Алексей Михайлович, здравствуйте. Сколько примерно нуждающихся в одежде обращается в храм? Сейчас положение в этом плане, в общем-то, неплохое, но маловато именно мужских вещей, которые наиболее востребованы среди бездомных. Здравствуйте. В этом монастыре живут и работают 18 трудней. В основном это бездомные, которые помогают монахам по хозяйству и за это получают кровь и еду. Надо сказать, что практически при каждом православном храме есть свои трудни. Мне выдали пошарпанную куртку, убитые штаны и ботинки 43-го размера. Думаю, так я буду чуть-чуть ближе к народу. Пункт питания. Наша первая серьезная остановка. Здесь, возле Смоленского кладбища, монахи-подворья ежедневно раздают горячую еду всем нуждающимся. Можно мы потом панночку набрать? Сейчас уже по второму кругу пойдем. Хорошо. Все, все, стук хватил, да? Да, да, да. Вкусно. Все, одна ложка звукорежиссера, одна оператора. Остальное есть режиссер. Место выбрано, конечно, не самое приятное, но это единственный клочок земли, который согласилась дать администрация района. Ежедневно сюда приходит около 50 нуждающихся. Причины у всех разные. Я без работы остался. Причем опытный учитель английского. Да? Причина. Я пришел сюда, просто потому что у меня нет ничего, чтобы съесть. Дело в том, что 7 дней, 7 дней снимать, как человек питается. Это жизнь. Так, туристов. Надо, чтобы не съем. Пару мисок. И желательно зимой. Люди, как только получают первое, они обычно тут же прыгивают в очередь и получают второе. А дальше быстренько разливается чай, они все выпивают, кто успел, кто не успел, неважно. И автобус уезжает примерно через полчаса. Поэтому мне досталась только тарелка супа. Привет. Привет. Ну что, удалось нам уйти два места? Да, будет, собственно, у вас два места. В комнате 1-2. Верхний для оператора и для тебя. Понятно, что нельзя пронесить с собой алкоголь. Если вы курите, то курить только на улице. После 11 часов можно курить в помещении. И к женщинам не приставать. И к женщинам не приставать, да. Понятно. Вот это Максим и Тагир, они будут у нас ночевать сегодня одну ночь в приюте. Понятненько. Соответственно, эти две койки на сегодняшнюю ночь ваши. Это ваши соседи на сегодняшнюю ночь? Здравствуйте. Нам досталась комната, в которой почти одни инвалиды. У одного нет ноги, второй потерял зрение, третий – стопу. Всего здесь 52 спальных места, из них около 20 занято коллегами. Большинство из них ждет своей очереди в дом инвалидов. Кто-то месяц, кто-то пять. Честно говоря, когда мы сюда пришли, мне кажется, у нас было намного больше храбрости. Но когда мы первый раз нажали на «рэк», положение дела немножко изменилось. И я уже не до конца уверен, останемся ли мы здесь ночевкой, потому что... все-таки немножко страшно. Меня интересует следующее. Вы давно в ночлежке? Сколько? Полгода. Полгода? Для меня это очень долго. Я вам одну скажу, я 41-го года, по-моему, вы тогда все понимаете. 23 января 41-го года. Ну, как же вас тогда семья-то бросила с 41-го года? Или она бросилась? Вы спросите, кто в живых остался? Они бросили. Кто остался в живых? Ну, это... Чего она бросится? Сардино. Баночка сайры. И огромный кусок лаваша. Так что это сегодня будет наш ужин с оператором. Оказывается, вода... ...от соляной кислоты или... Наступил второй день нашего путешествия, а значит, вам предстоит познакомиться с новой героиней нашего фильма. Она не понаслышке знает, что такое не иметь своего угла, куска хлеба и крыши над головой. Ой-ой-ой, какая красивая вещь. Подождите. Скидная, Соник. Так, это вот так вот. Вот так вот, да? И все. Белая березенька. Я тебя люблю. Подожди мне ледничку левую свою. Что? Куда мы идем? Джонни, 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 Джонни. Джонни, 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 как ты... Как ты ездишь? Галя, уйди, нахуй. Все ладно. Хватит. Хватит. Добой здоровый, у меня хорошо. Держи. 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 Держи хлеба, пожалуйста. Я бедная. Угу. Ты еще раз. Держи. Ну что? Вот. Вот такие люди в Ленинграде. Магазин открывать, они не открывают. 24 часа на 5. Они открывают. Д-д-д-д-д. Д-д-д. Отказ. Отказ. Идти, 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 идти. Все, что есть здесь, мне все дают. Пиво не дают, я не люблю пиво. Я пью только водку. И это все дают. И даже сало дают. А эта девушка дает хлеб мне всегда. Для его здоровья. Мне и плевать на все. Галя, кинофильм про нас идет. Ой, не плохо тут уже подсобрали-то. Это у вас... На здоровье. Пробочку. Пробочку. Разве пробочка и молочко, и печенье уже есть. Не так все плохо? Да это молоко. Я кефир люблю. Это мака. Ну, что ж поделать. Вы можете догнать его и наказать. Антон, мы с тобой два берега ладочки. Можно вас попросить больше... Да нет, просто хотя бы не вытираться, а в мою куртку. Мы продадим все по вашим ценам. Галя, а тебя что в советы заинтересовало? Сова, как вас зовут? Соня? До шестидесяти процентов. Она не русский язык. Я русский. Это мужчина, а не Сова. Я русский, говорит. Наш сегодняшний обед. Пару пряничков, которые нам намутила Галя. Я не хочу фруктов. Я вот тут пряничек заховываю и все. Отдай. Нет, пряник не отдам. Отдай. Пряник не отдам. Отдай. Пряник не отдам, это мой... Мой пряник. На, 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 пряник, успокойся. А он не кушает. Нет, Бог. Моя черемуха, я тебя люблю. Положу я ветку. Гладкую свою... Отплеванные, облеванные, обусранные, обосранные и все такое дело. Некрасиво. Ну, мне самой не нравится. Я захожу и завтра такое неприятное. Поэтому вы предпочитаете спать? Предпочитаю спать на улице. А ночью не холодно? Нет. Ну, я подушку сначала беру на помойке. Там одеяло ватное. Ба-бах. Накрываюсь, надеваюсь, тушу и отрываюсь. Галя. Чего? А скажи, а вот если бы твои дети увидели этот фильм, что бы ты им хотела сказать? Все хотели. Дети. Старшему из-за Наташки сказал, словочке. А второму сказал, ты зми, я тебя довителю. Ой, господин, а что только не пойдешь ради фильма. Эй, блядь. Что, утро уже, да? Да. Фигня от маховика. Надо что-нибудь намутить на завтрак. Ребята, подкиньте пять рублей, нам на кино не хватает. Ребята, подкиньте рубль или два, и у вас появится уникальная возможность попасть в титры нашего фильма. Спасибо. 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 Спасибо, добрый мальчик. Довели. За у нас всегда рад. Ребята, у нас уже сто десять рублей. Сто десять рублей. Спасибо большое. Что это, Миша? Пять евро. Да ладно. Я евро ни разу в руках не держал. Никого нету? Ребята, подкиньте рубль или два, снимаем документальный фильм «Семь дней на улице». На постпродакшен денег нету. Орех можно? А закончить нужно. Орех можно? Нет, орех нельзя. Мы принимаем только в валюте. В рублях, в евро, в долларах. Сейчас посмотрим, сколько нам удалось собрать за полчаса. Итак, в русской валюте у нас 305 рублей, плюс добрая женщина пожертвовала нам 5 евро. Таким образом у нас получается 500 рублей. И если нам удастся, еще один добрый человек подарил нам хоть Ирвану, но все-таки купюру с достоинством в 100 евро. И да, я прекрасно могу дожить до конца съемок с этими деньгами. Здравствуйте. Я пока тут немножко поработаю, ладно? Держите. А сколько вам лет? 35. А думали ли вы когда-нибудь, что вы окажетесь на улице? Могли ли вы себе представить? Никогда в жизни. Желаю маму подкрылочку. А как получилось, что оказались на улице? А это пьянка. Все пьянка. Напилась, приехала вот в эту сортировочную, и она меня сдурила. Станова. Это водка. Качал меня в коляске. Да, это я в коляске. Водка, водка, водка. Это хоббит называется. Это мой брат. Водка, водка, водка. Не говорите, чтобы не снимать. Водка, 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 водка. Вот идет он. Вот идет он, пьяненький, в лысом валенке, намешав ерша, словно ртутик голову. И при всем при том, не такой маленький, если целый мир уместился в голову. Электричка мчится, качая креслица, контролеры лают, но не кусаются. И во след бродяге старухи крестятся. Ты гляди, он полото не касается. Принимаем только трезвых. Мне чертовски повезло, что я четвертый день уже. Как ни капли не брал. Анатолий Евгеньевич, а? Сейчас он подойдет. Да, да, иду. Анатолий Евгеньевич Курковский, врач Боткинской больницы. Его отделение единственное в городе. Только здесь любой бездомный может получить медицинскую помощь. Денис Борисович, сколько тебе? 30. Тоже старше своих лет выгравишь. Больные могут прийти с любым заболеванием. Начиная с простым педикулезом, заканчивая туберкулез, и любые инфекции. Даже брюшной ТИФ был, когда больной с свободного канала воду пил. Так что тут можно встретить все. И ВИЧ-заболевание гепатита. А вообще, если вот сказать о людях бездомных, это люди, которые не имеют воли. Они, в общем-то, находятся в страстях. Вот эти вот, в рабстве вот этого алкоголизма. Это сильно влияет на нервную систему. И, знаете, вот это понятие энцефалопатии, да, то есть вот патология мозга, да, снижение интеллекта. Они не дают объективную, правильную оценку, то, что вокруг них происходит. Но они цепляются за жизнью. И, в общем-то, они хотят изменить ситуацию. Ну, нормально. Ну, хорошо, там ничего вообще. Слушай, тебе бы шапочку бы надо, или капюшон надень. Ну, как-то у тебя там, в общем-то, как окно такое. А, на голове? Да. Ого, что я ж ты не знал? Знаете, и много-то ничего не надо. Да, по сути дела, человеку-то много ли надо. Было бы, да, хлеб да вода. Но правильно было бы давать не рыбу, вначале мозг рыбы давать, но давать удочку. Где он? Вот, вот, вот. Что с ним? Вот это вот человеку нужна срочная помощь. Так, уложите его туда. Как я его подниму? Да, двое из боков. Он сердечный. У него есть козмарный лекар. Так, сюда, сюда. У тебя тошнит? Лекарство доставать. Давай, ложись, ложись, ложись. Так, ноги поднимите. Ухаживайся. Ну что, в сознании? Алло, ты меня слышишь? Нашатырил. Да не тот, не нашатырил. Крылов Константин Юрьевич. Все правильно. Все, ждем машину. Спасибо, ждем. Сейчас ему уколы сделаем, получше будет. Здесь очень трудно работать. Потому что даже до недавнего времени приходил там уголовник, все это, он был недовольный, там кричал, у нас тут и ножевые ранения бывают, вот и драки приходится разнимать. Я, кстати, понял, что вот когда разнимал драку, где там хотел ударить ножницами в шею, вот, я два раза у него вбивал те ножницы, но их крепко держал, но там у человека все-таки удалось мне разнять их, вот. Но это на моих глазах было бы просто убийство. Ножницы острые, а удар был сильный. Но я понял, что моей физической подготовки маловато. То есть все-таки я вот, к сожалению, вот хочу купить тренажер для того, чтобы все-таки поддерживать форму, потому что это серьезно. Очень хороший человек. Вот мне вот крестик дал, вот, до сих пор я его ношу. Нормально, мужик. Таких, если бы было, побольше. Легче жить было бы таким, как мы, бедолагам. Так, что у тебя случилось? Ну, смотри. Это грибок. Ногу распатривают с содой и хозяйственным мылом. Потом йодом, сейчас тебе йод дам еще. Внутренне принимать человека бездомного, ну, неприятно. Он и грязный, и вонючий такой похочий, и вообще видеть не хочется. Но вот я из этого выхожу, из этого положения выхожу вот сам. Я просто понимаю, что когда-то он был ребенком, а дети все хорошие. Мы сейчас находимся на Черной речке, в каком-то заброшенном районе. Нам нужен пункт обогрева на Коломярске 4А, но что-то мы его не можем найти. Сделали здесь уже, наверное, круга 4, но палатки с бездомными так и не видно. Михаил, здравствуйте. Здравствуйте, Максим. А скажите, что нам нужно точно знать перед тем, как мы там окажемся? Может, какую-то технику безопасности, инструктажек? Ну, прежде всего, вам нужно быть трезвым. Ну, вот это-то у нас более-менее еще получилось сделать. Вам нужно понимать, что вы будете находиться с людьми, которые в основном находятся на улице. Нередко эти люди больны туберкулезом. У них различные заболевания типа педикулеза, гепатитов и так далее. То есть вам нужно быть, по крайней мере, иметь маску для того, чтобы не надышаться всякой гадостью и не заболеть на аренде. Михаил Калашников – куратор пункта обогрева и представитель Мальтийской службы помощи. Палатка стоит здесь с 2009 года. Ежедневно здесь могут найти кровь 30 человек. Голик, Голик! На одного тут много? Алексей, потом поделишь с оператором. Сколько примерно в палатке в этой каждый год проводят людей? У нас статистика ведется, конечно, за сезон. Не год, а сезон, да, у нас получается зимний в основном. Порядка 500 с лишним человек. Вот здесь, вот здесь. Человека не будет, он работает. То есть вот как будет. Да, сегодня ваши работы. Вот эти они? Нет, нет, вот это черноватый. Кто-то будет рядом лежать. А почему у вас койки так соединены? Чтоб никто не упал, они качаются. Чтоб теплее было, а спать. Пол деревянный, он немножко неровный. Для того, чтобы поровнее было, пожёстче конструкцию, они их срезали. То есть я вот здесь, вот здесь теплее, наверху. Да, рекомендую, да. Вы знаете, когда мы сюда пришли, я думал, что мы останемся здесь спать. И, в принципе, у меня это было по плану, потому что ночевать-то где-то ночью надо. Но, увидев свою койку, я просто, я не могу там спать. Я не могу остаться здесь. Я боюсь заболеть туберкулёзом, и я не могу спать в этом, в этой маске. Лучше мы, я не знаю. Отправимся ночевать на вокзал. Ребята, вставайте, подъём. Подъём. Доброе утро. Во имя Отца и Сына, и Святаго Духа, аминь. Боже, милости, будем негрешному. Господи Иисусе Кресте, Сыне Божий, молит ради Пречистоя Твоей Матери, и всех святых помилуй нас, аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Царю Небесному, Тешителе Дуи, Души истинной, же везде Сырися исполняй. Сокровище благих и жизнеподателей, приди и вселися вны, и очистенный от Сяки скверный. И спаси блажит Душе нашу. Привет, привет. Да не закрывай, я сам закрываю. Наконец-то, ты добрался. Это Максим, он как раз старший на этом объекте, где работают у нас ребята. Это Максим, они фильм снимают, документарный, такой, о жизни. Живем семней на улице. Тусуемся там, где бездомный. Да, и, соответственно, последний день, это такой момент, где этот бездомный может оказаться один из вариантов. Эта пятикомнатная квартира на Петроградке – один из центров общественной организации «Содействие». Его основал Александр Апанасенко. Здесь пытаются вернуть бездомных, наркоманов и алкоголиков к нормальной жизни, чтобы получить ночлег и еду, от человека требуется только одно – он должен работать. Там бомжи, алкоголики и наркоманы. Это вот, ну, примерно та работа, на которую мы можем в дальнейшем устроить. Основной контингент – грузчики, может быть, еще, но охранники вряд ли с нашими лицами. Ты не прислоняй, вот, допустим, вот так запустил, чтобы она раскрутилась, да, чтобы ее не рвало у тебя. На чем сидели? На героиня. Освободился, восемь месяцев погулял, дозу наколотил, получил снова новостомный срок, понял, что сейчас посадят. Дочке уже восемь лет, а понимаю, что я всю ее детство просидел в тюрьме и каким-то образом мне друг, тоже употреблениц, правда, дал номер телефона и каким-то образом я даже ошибся и попал, то есть, ну, не в другую организацию, а именно, как бы, ну, попал в содействие. Ты куда, вот, в отходы? Блин, блин, факт! Меня когда спрашивают, как у тебя дела, как бы оно не было плохо, я просто всем отвечаю, трезвый я. Ну, я трезвый. То есть, минимум, я не граблю никого, не обманываю никого, не краду. Это даже, ну, даже если я хорошего ничего не делаю, к примеру, то есть, я хотя бы не делаю плохого. не мы работу боимся, работа нас. Сегодня такая ситуация, даже интересная была. С милицией у нас довольно-таки неплохие отношения, и позвонили, а не может ли кто-то из вас там прийти в качестве понятого, нужен несудимый человек. У нас не оказалось ни одного несудимого. То есть, все люди, которые находятся у нас, это, можно сказать, люди, дошедшие до самого дна. А как вы потеряли левого ромба? Ну, наркотики. В Вене образовался такой огромный тромб, который просто мне руку передавил. То есть, вот ребята, все окружающие, кто окружает меня, они мне дают подпитку мне. И, возможно, а я для них, может быть, являюсь вот тем образцом, что вот Сашка же был такой, был плохой, все у него было плохо. А сейчас хорошо, и значит, может быть, и у меня получится. Тем более, я полноценный и здоровый мужик. Ну, а бездомные? С бездомными очень сложно. Это очень гордые люди. Идеальная модель. Это он пробывает минимальный срок у нас три месяца, ему восстанавливаются документы, и он уходит. Куда? На улицу. Просто уходит, и все. Поэтому берем, моем, калай, управляем другие города. Но все равно хочу еще раз сказать, я не видел за пять лет ни одного бомжа, который сейчас живет в социуме, у которого все хорошо. Если я не буду этим заниматься, я вернусь туда же. я не уверен в себе, что я смогу жить без этого. То есть, таким образом, получается, вы просто создали себе такой круг, который не дает вам самому снова сорваться и стать наркоманом? Ну, конечно. А разве там семьи, допустим, для этого недостаточно? Нет. Субтитры создавал DimaTorzok Наш седьмой день подошел к концу, и мы теперь можем поехать домой. Оглядываясь назад, я хочу сказать следующее. Будьте немножко добрее. и если видите протянутую руку, постарайтесь помочь, потому что жизнь, она сегодня вам улыбается, а завтра повернется к вам спиной. И в этой ситуации может оказаться каждый. люди добрые поможут, ну, а может прийти нет, но зато познаешь точно новых запахов будет и на свалке продуктовой может будешь мировать, выбирая, что съестал в нас, поминяя ясно мать. И с бомжами наобщавшись, наконец узнаешь вот место красит человека или все наоборот. КОНЕЦ